приветствую на канале днепроэм и это уже пятая серия нашего проекта корч в которой может быть наверное мы очень это надеемся на шибко поедет да это не корч я просто хотел вам похвастаться что у меня новая тачка вообще кто-то спрашивает поехали наш корч потихоньку начинает приходить здоровое состояние новые тапочки которые мы уже привели в порядок и немного позже покажем результат новая подвеска в общем изменений миллион но пока что старый внешний вид и это мы скоро исправим загоняем машину в бокс и приступаем к работе тачка снова на подъемнике напомню что выпуск мы взяли с x5 мы пытаемся хотя бы немножко держать линию спортивной машины поэтому нужно поставить краткоходную кулису логичным приложением после установки коробки и мотора является установка кулисы и и сюда поставили краткоходную которая прям вообще так четенько включается очень маленький ход что в принципе будет очень удобно во время гонки есть такая поговорка что для обычного человека плохо то для блогера контент и в целом хорошо но я не знаю просто как чувствовать и понимать себя в этой ситуации потому что я же и блогер но в той ситуации мне было очень плохо возвращаемся к мотору во второй серии по моему нет в третьей серии мы его купили привезли он пролежал пару месяцев на улочке и мы не знали что с ним есть некоторые проблемы был треснутый поддон мастера решили его снять заглянуть и оказалось что там масляный насос прижат болтами да и целом там гора болтов лежит в самом поддоне сейчас их уже немножко понаживляли но следы контакта болтов с деталями двигателя изнутри остались это проблема а где он треснувший увы другого рабочего масла насоса у нас не оказалось но в закромах мастерской мы нашли еще один нерабочий насос от м 62 мотора и мы почему-то решили что если собрать из 2 1 все будет работать как положено увы контента не получилось а вот собрать из 2 нерабочих насосов 1 удалось очень даже успешно эти другой поддон тоже не составила проблем ну вот и все мотор здоров как оказалось здорово настолько что масляному стакану место под капотом не нашлось ну и мастерам пришлось как-то решать эту проблему для начала от стакана отрезали массивный рычаг крепления двигатель у ребят пульвики оставалось немного красной краски и не решили покрасить днище чуть-чуть параллельно решили прочистить масляный стакан и заменить фильтр собрали обратно пришло время искать новый дом и удлинять шланги масляного стакана решили что за фара ему будет самым раз стакан установлен как говорит один автоблогер популярный главное заварите редуктор и все вы прав дрифер а я же сказал 30 к нам досталось с узким редуктором его мы выбросили и взяли другой с 34 купленной в третьей серии также решили что было бы неплохо заменить крышку редуктора взяли на два уха от е36 чтобы нормально держать момент из полинского в 8 если кому-то интересно то передаточное число у нас 4 10 и да под второго уха приварили еще одно крепление так как завода его не было временем приехал электрик шо тут сказать удачи брата сейчас еще короче подъехали тормозные суппорта и такой у нас на всех четырех колесах а сегодня еще колеса приедут и это будет тоже в этой серии погнали до суппорта действительно очень круто получились выглядит достойно пришло время поговорить немного про топливную систему естественно мы заменили полностью все трубки ну а бензобак на первое время мы взяли с той же 34 там он был на 20 литров в одной системе тридцатки бензонасос подвесной нам он не подходил в виду маленькой мощности пока было решено оставить погружной с той же 34 но новый мы уже заказали и вскоре его установим наша песня хороша начиная сначала с таким слоганом мы вернулись к электрике ребят короче просто это невероятно просто пушка мы едем в тридцатке а это значит что значит что приехали колеса новый двигатель есть новая коробка есть новая ходовая есть все в принципе новая кузова только старый нужно заводить двигатель и мастера начали пробовать совсем забыл сказать что фары мы решили не менять отреставрировать как у меня получилось очень даже очень до готовой системы охлаждения нам оставалось только прикрутить вентилятор этим и занялся наш механик кстати механики оценили новую линейку аккумуляторного инструмента от днепро м по достоинству ссылочку на который я оставлю в описании под этим роликом параллельно с установкой вентилятора в салоне корчаки пела работа по установке гидроручника и краника перекрывающего один из тормозных контур в комплекте с китайским ручником был китайский цилиндр ноунейм его мы решили заменить на виллу я вам сейчас что-то покажу посмотрите вот раз бмв вот какая вот тут красивая штучка под номер идем вторую бмв посмотрим красивая штучка под номер между фарами в глубине в глубине вот тут тоже самое в глубине идем еще ладно чтоб на верочку еще одну бмв посмотрим еще одна точно так же в глубине рамка под номер а и честно я обошел все бмв и не нашел ни одной такой как у нас поэтому сейчас покажу нашу и мы чуть-чуть поколупаем у нас тут вот такая вот тема за шпаклей колупаем ладно ладно не надо кипиша рамку под номером мы доделаем позже сейчас главное это запустить тачку включники кран установили теперь пора прокачать тормоза есть идеальный рецепт как получить автомобиль который вот-вот сломается первое взять автомобиль которому ну хотя бы лет 30 и второе это должна быть бмв как оказалось генератору тоже жить уже не суждено мастера с кастом за ней 30 почти без проблем и его заменили почему почти без проблем потому что до генератора их доберешься пришло время в уже заваренный редуктор залить масло ведь скоро первый запуск ну еще и подключить педаль газа вроде все подключено вроде все работает мотор дыркает но не запускается одновременно очень волнительно и очень смешная ситуация волнительная потому как я уже очень давно жду запуска а смешная потому что мы забыли залить бенз с бензом тоже не запускается говорила мне мама бери mercedes двигатель упорно не хотел запускаться но то чтобы его запустить мы потратили несколько вечеров где-то порядка 50 владельцев бмв и 30 и три с половиной электрика после всех потухов баха проехала свои первые несколько метров самостоятельно уже уже лежит канистра короче только что сами все видели она уже выехала своим ходом впервые за 8 месяцев и сейчас я на ней немножко прокачусь конечно нормально куда-то выехать на ней пока нельзя потому что еще кучу всего не доделано ребята сейчас заканчивают подключать вентилятор и я прокачусь прокатишься это очень громко но наибудь громко пока нет глушителем что-то дико валящее короче я не мостак в принципе огонять я максимум шашки в потоке поиграть поэтому сейчас пока за рулем виталик публика требует требует бернаута сейчас он будет короче а блин я досмотрелся и забыл снять stories я очень надеюсь что серия вам понравилось и на самом деле тяжело в этом говорить потому что мы очень старались в следующей серии вас ждет новый цвет и даже не один поэтому пока мы едем в магазин за краской вы подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видосу в описании смотри кучу полезных ссылочек меня зовут юра неправим пока